И снова к новостям из Донбасса. Саперы МЧС ДНР за сутки обезвредили 12 взрывоопасных предметов. В частности, снаряды крупнокалиберной артиллерии найдены в Есеноватовском и Шахтерском районах, а также элементы установок ГРАД вывезены из Амвросиевского района. Обстрелы со стороны позиций силовиков продолжаются. Из окрестностей станицы Луганская передает Станислав Назаров. Стрельба со стороны позиций вооруженных сил Украины начинается в районе 10 часов вечера. Огонь ведется по укреп району ополчения на высоте у реки Северский Донецк. Могут подстраиваться под раскаты грома. Например, гром, да, взрыв? При вспышке, да, отрабатывает. И они стреляют. Это АГС. Это 40-й АГС. В километре отсюда находится населенный пункт Станица Луганская. Его контролируют украинские силовики, которые каждый день, буквально по расписанию, продолжают нарушать режим тишины, ведя огонь по этим ключевым рубежам обороны Луганская. Вдоль всей линии соприкосновения, вдоль реки Северский Донецк, ополченцы вынуждены вести круглосуточное дежурство, потому что обстрелы украинские силовики ведут чаще в ночное время из крупнокалиберных пулеметов, минометов и АГС. Что там с гражданскими? Ставили на такси. Все уехали? Все уехали? Да, все уехали. У взорванного моста к Станице Луганская ночуют гражданские люди. Военнослужащие украинцы сегодня запретили пешеходам пересекать линию разграничения. Вечером огонь открывается именно с этого фланга ополченцы. Зная об этом, в сторону моста ответный огонь не ведут. В основном начинают у них БМП, с тяжелого объекта. Дальше? Ну вот так, в основном АГС, из ушка, зенитная установка. Преимущество у них численность большая. Даже со стрелковым оружием, если пойти, это будет большое преимущество. По данным разведки сказали, что ВСУ у них убрали армию срочников и поставили батальоны. То и дело, по позициям ополчения работают снайперы в ВСУ. Только накануне ранения получили два человека. Подступы к позициям ополченцев простреливаются украинскими силовиками, поэтому мы вынуждены здесь передвигаться короткими перебежками. Вот сейчас дальше идти опасно, и приходится некоторое время ждать месте, которое недоступно для снайперов. И в домиках есть, чердака там есть. Лёжки в основном они прикрываются гражданскими, в основном. По данным идут выпады, работает новый АГС, это именно америкосовский АГС. В минуты затишки ополченцы наблюдают за перегруппировкой сил противника. Это стоят, и танки там закопанные есть. Вчера передвижение техники было жёсткое. И с утром сегодня тоже было. На соседнем направлении, в районе населённого пункта Весёлая гора, завязывается бой, прицельные обстрелы. Украинская армия ведёт со стороны города Счастье. На рассвете разведка ополчения выдвигается к реке, проверить, удалось ли продвинуться диверсионно-разведательным группам противника. Минирует местность, подступы к реке, появляются свежие растяжки, вступаем в стрелковый бой, честно, с диверсионной группой. Крайний раз, когда был стрелковый бой? Буквально позавчера. Позавчера была такая вылазка мощной диверсионной группы с этой стороны, но атаку, в принципе, отбили. Подступы к господствующей высоте, контролируемой ополчением, регулярно пытаются прорвать малыми группами подразделения украинских военнослужащих. Вчера здесь ещё не было. Подтягиваются, да? Да, сейчас, короче, выше пойдём по реке. Участник разведгруппы ополчения Олег ранение позвоночника получил больше месяца назад в стрелковом бою с диверсионной группой. Попытка переброски была пресечена теперь, чтобы встать на ноги бывшему промышленному альпинисту, отцу двоих детей и патриоту родной республики. Необходима дорогостоящая операция. В конце ноября попал под обстрел ДРГ в черте города. Ну и рикошета меня задела, повредила спиной мозг. В ЛНР ведётся поиск диверсионно-разведственных групп противника, переброшенных на территорию республики с целью уничтожения лидеров ополчения. На дорогах и въездах в города выставлены дополнительные патрули. Все подразделения несут усиленный режим службы.